всем привет вот имеют трансформатор от микроволновки мощностью 0 8 киловатта 800 ватт и хочу сделать с данного трансформатора нужную вещь теперь мы удалим вот эту большую обмотку треть первую обмотку первичную мы ее оставим также обязательно убираем шунты пластиковые и пластинки которые ограничивают ток вот так надо очистить трансформатор от ненужных обмоток оставить только первичную первую обмотку но надо чистить очень аккуратно и осторожно чтобы эту обмотку не повредить теперь наматывать буду вторичную обмотку вот таким проводом длина провода полтора метра толщина один сантиметр чтобы не уменьшить мощность данного трансформатора длина провода должна быть наименьшей из возможной провод надо наматывать ровненько чтобы витки были ровные и затянутые плотно у меня провод толстенький 10 миллиметров на данный трансформатор больше как три витка невозможно намотать вот я уже подготовил досочки только осталось скрутить плюс у меня есть вот такой корпус металлический крышка от перебойника которая подойдет сегодняшний самодел теперь дальше монтируем на данный каркасик вентилятор и трансформатор и все остальное проводки и так далее и так далее и 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 Продолжение следует... 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 А работать все будет, как и работало. Конечно, я электрик небольшой, но как-то так. Вот что получилось. Получился такой универсальный аппарат. В принципе, это контактная сварка, но можно использовать немножко и по-другому. Все собрал по своим местам, сделал эстетичный вид, подкрасил. А теперь давайте на выходе на электродах замерим, какое напряжение. Ну что, подключаем мультиметр и смотрим. Итак, я подключил мультиметр. Как видим, на выходе напряжение 2 и 3 вольта. Совсем неплохо для данного трансформатора, так как здесь трансформатор я использовал 800 ватт. Конечно, лучше, чтобы было бы где-то троечка. Это уже надо и мощнее трансформатор. Ток, к сожалению, на выходе замерить я не могу, так как у меня нет амперметра. Но из практики могу сказать, кратковременный ток при таком напряжении будет где-то 400-500 ампер. Не больше. Чтобы мощность не потерять, все контакты должны быть хорошо подключены и зажаты. Я электроды подключил таким принципом, что можно их даже регулировать. Вверх-вниз, вперед-назад. Что нижний, что верхний, нету разницы. Поэтому очень легко словить соприкасание электродов одинаково, друг на друга, ровненько. А когда они будут дотрагиваться друг на друга ровненько, будет хороший провар. Ну что, пробуем варить. Включаем сварку и пробуем варить. Перед тем, как варить, любой материал, жесть, проволока, неважно, что будешь варить, должна быть зачищена. По-другому не будет варить. Вот имею жестяночку. Не знаю, какая тут толщина. Ну, мне кажется, 0,7 каких миллиметра толщина. Попробуем сварить. Продолжительность электрического импульса при сварке металла я буду контролировать с помощью микрика. При желании, конечно, можно установить реле времени. И тогда будет точный контроль импульса до 1 секунды. Ну вот, конечно, точек много наставил, но держит. По сварке уже не рвется. Рвется в других местах живьем, жесть. И где немножко передержал. Так, в принципе, нормально. Давайте попробуем гвоздики сварить, если получится, конечно. Ясно? Примерно более-менее все варит. Я сделал вот такие провода. Одинакового сечения, как и намотана вторичная обмотка. И теперь я их подключу вот в эти места, где подключены электроды. Сюда подключаю второй микрик. На электроды вставляю шланг, чтобы не кривляло бы клещи и не замкнули бы электроды. Теперь, значит, я могу пользоваться здесь как клещами, только управлять их как хочу. И отсюда могу управлять сваркой. Имеем гайку. И, допустим, нам надо ее открутить, но ее тяжело открутить. Пожалуйста, нагрели гайку и можем теперь откручивать. Пожалуйста, можно нагреть гайку. Если она плохо откручивается, можно нагреть какой-то не сильно толстый металл. Чтобы это делать, нужен обязательно вентилятор, так как наш трансформатор будет сильно греться. Можно пользоваться как споттер. Можно к этим проводам подключить пулер, обратный молоток. И, если небольшие, это маленькие повреждения на кузове, можно попробовать приварить шайбу и попробовать вытянуть. Как видим, немножко приваривается к жести. У меня кузовной жести нет, чтобы показать. Пулера и обратного молотка также. Чтобы работать как споттером, надо минимум подключить 3-4 трансформатора, чтобы работали все 4 как один. Тогда можно заниматься кузовными работами. При желании, если нет возможности подогреть газовой горелкой какие-то сгоны медные, чтобы запаять, можно запаять с помощью данного аппарата. Вот таким принципом. Показать не имею сгонов, но на медной трубке просто покажу, что она спокойно нагреется и плавится на ней припой. Видите, припой плавится. Припой плавится моментально. Если иметь специальные сгоны, и это надо, то флюзом обработавший, данным аппаратом подогреть, и можно спокойно запаять любую вещь без газа выгорел. Как видим, данный аппаратик, сварочка, работает прекрасно. Сделанная за копейки, с того, с чего было. Конечно, нет у нее такой зверской силы, но в хозяйстве для своих дел спокойно ее хватает. А на этом я заканчиваю свой видеообзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok